психотерапевты о чем люди боятся говорить вам потому что считают это странным но что вы на самом деле слышали уже много раз я часто работаю с клиентами у которых есть травматический опыт многие люди пережившие домогательства или насилия чувствуют стыд и растерянность потому что их тело отреагировало на произошедшее однако наличие эрекции выделения смазки или даже оргазма не означает что вы хотели этого контакта так или иначе это расценивается как насилие клиенты часто испытывают стыд и замешательства по этому поводу они задаются вопросом не значит ли это что они хотели этого или с ними что-то не так с этим трудно справиться на насилие есть насилие иногда человеческое тело реагирует на интимные прикосновения даже если мы не хотим этого кто-то однажды сказал что это как щекотка вы смеетесь когда вас щекочут даже если вы не хотите чтобы вас щекотали окр часто воспринимается людьми неправильно это состояние не ограничивается зацикленностью на чистоте в доме любви к порядку обычно навязчивые мысли могут включать мысли о насилии причинение вреда детям и другим близким а также мысли о растлении детей страхе стать серийным убийцей и так далее мои клиенты порой испытывают сильный стыд при обсуждении этих мыслей и боятся что я их госпитализирую в то время когда я работал психотерапевтом часто встречалось простое я не знаю вы удивитесь насколько неохотно люди признаются в том что не знают почему они чувствуют то что чувствуют но именно поэтому вы пришли к психотерапевту чтобы мы могли вместе выяснить причину я работаю в службе помощи пожилым людям с деменцией и проблемами психического здоровья я вижу как многие члены семьи опекуны стыдятся того факта что им невероятно трудно ухаживать за человеком страдающим деменцией или хроническими психическими расстройствами выгорание опекуна это реальная проблема люди должны знать что человеку крайне тяжело каждый день видеть как кто-то кого он любит испытывает трудности или месяц за месяц медленно угасает сиделки и члены семи больного отчаянно нуждаются во времени которое они могли бы потратить на себя и они должны знать что это нормально испытывать те чувства которые они испытывают никто из нас не является сверхчеловеком и у каждого есть свои потребности именно поэтому у нас есть психотерапевтические группы для опекунов это нормально когда вам трудно заботиться о ком-то и вы ни в коем случае не должны стыдиться этих чувств одной из самых распространенных вещей являются жалобы на зрительные и или слуховые галлюцинации а также мысли о самовыпили часто я слышу я не хочу чтобы вы положили меня в больницу или я не хочу чтобы вы считали меня сумасшедшим а еще все что связано с интимной жизнью я не собираюсь осуждать вас за то что вы увлекаетесь бдсм фетишизмом и так далее по правде я скорее всего уже слышал это раньше и я здесь не для того чтобы осуждать вас то же самое касается любого насильственного опыта особенно если мы прорабатываем травму клиенты боятся признать что у них не получилось сделать что-то после нашей последней сессии к примеру они не смогли использовать навык совладания которым они учатся или у них не вышло выполнить домашнее задание что я им дал люди не роботы а терапия это большой труд учитывая это я не жду что люди станут идеально выполнять все что нужно требуется время чтобы действительно решиться на перемены особенно если у человека травмы или конфликт во взглядах которым он придерживается я понимаю что клиент не хочет подвести меня как своего психотерапевта но эти неудачи также важно обсуждать как и успешные моменты нежелательные навязчивые мысли они абсолютно нормальные и если они у вас есть это не значит что у плохой человек да даже навязчивые мысли связаны сексуальной религиозной моральной темой в самом определении говорится о том что это мысли которые являются нежелательными потому что не противоречат вашим собственным ценностям и подчеркиваю то что вы не хотите делать к примеру у религиозного человека в голове возникают нежелательные богохульные образы или у новоиспеченного родителя возникают нежелательные непотребные мысли о его новом ребенке несмотря на то что эти мысли нормальны в 90 процентах случаев моральный характер этих мыслей означает что часто люди испытывают сильный стыд и тянут долгие годы прежде чем они впервые кому-то о них расскажут лучший способ управлять такими мыслями это принять что они являются нормальным хотя и неприятным мозговым процессом и признаком противоположности того кем вы являетесь и поэтому очень маловероятно что вы когда-либо сделайте то о чем думаете пусть мысль идет своим чередом на фоне пока вы возвращаете свое внимание к тому чтобы видите чувствуете слышите вкушаете осизаете в такие моменты я обычно говорю что-то вроде отлично ум спасибо тебе за эту мысль а сейчас я продолжу мыть посуду и слышать звук льющийся воды пока ты думаешь обо всех этих гадостях продолжай я буквально говорю это про себя слегка забавляясь потому что меня всегда искренне забавляют все те дикие вещи которые может производить мой мозг у меня так было с моим последним ребенком я вдруг подумала а что если я просто швырнуя на пол я была в ужасе некоторое время пока не поняла что эта мысль нормально после этого каждый раз когда я думала о чем-то подобном я завершала мысль что если я швырну ребенка на пол малыш может умереть меня посадят в тюрьму все будет очень хреново поэтому я не буду бросать ребенка на пол я бы сказал что распространенным является мнение что с человеком с рождения что-то не так что в нем есть что-то непоправимо неправильное из-за чего он никогда не сможет по-настоящему вписаться в общество для многих людей это настолько глубоко укоренившиеся убеждения что его признание или выражение может быть крайне болезненным независимо от уровня личного успеха в их жизни хуже всего это знать без сомнения что ты придерживаешься ложного мнения о себе но при этом не имеешь возможности изменить его я провел достаточно много времени в терапии пытаясь понять что со мной не так чтобы понять что со мной все так но укоренившаяся модель мышления так и не исчезла две темы поднимаются регулярно когда кто-то рассказывает мне о том что в детстве подвергся насилию и или когда человека мучают мысли о самовыпили и то и другое слышу от клиентов каждый день и поэтому мне это не кажется чем-то странным но когда передо мной находится человек который впервые рассказывает об этом я знаю что важно сделать так чтобы он почувствовал себя в безопасности и пусть даже он уже пятый человек за день с подобной проблемой я работаю со многими клиентами страдающими от тревоги и психологических травм всякий раз когда я спрашиваю клиентов могут ли они описать свой опыт как тревога по поводу тревоги они очень часто отвечают боже да тревога оказывает столь мощное физическое воздействие на организм сердцебиение затрудненное дыхание чувство слабости или холода туннельное зрение что мы осознаем реакцию нашего тела еще до того как замечаем тревожные мысли вызывающие эту реакцию затем мы начинаем паниковать по поводу того почему наше тело реагирует таким образом хотя мы даже не осознаем что чувствуем угрозу и тревога усугубляется тревога это как система сигнализации в нашем организме предупреждающие о присутствии реальной или мнимой опасности что вы сделаете если у вас дома сработает сигнализация проверьте если реальная угроза просканируйте окружение ситуацию отключите сигнализацию тревогу в этом помогут дыхательные упражнения также техники фокусировки такие как сканирование тела а затем выясните что вызвало тревогу проработайте мысли о ситуации которые кажутся вам опасными важно также отметить что опасность не обязательно связана с тем что на вас наставят пистолет если так поразмыслить то вы можете запаниковать и во время презентации которая может повлиять на вашу работу и поставить под угрозу ваше материальное состояние а соответственно и возможность оплачивать счета и спокойно жить эта ситуация тоже может расцениваться как опасная обычно это что-то связанное с интимной сферой стыд за свои желания или фетиши обычное дело некоторые люди также стыдятся того что делали в детстве или юности никогда никому не рассказывали об этом и думают что психолог тоже придет в ужас мы слышали все все я все время проявляю сострадание всегда понимаю почему мы делаем то что делаем еще не было случая чтобы кто-то рассказал мне что-то чего бы я не смогла понять что они слышат голоса я обнаружила что многие люди не знакомы со своим внутренним диалогом или разговором с самим собой и не понимают что это как правило нормальная внутренняя обработка многие люди думают что они слышат голоса и этой галлюцинации есть несколько довольно простых вопросов которые мы можем задать чтобы определить галлюцинация это или просто внутренний диалог и чаще всего это последнее изменено хочу уточнить что не у всех есть внутренний голос у некоторых его вообще нет у других скорее система мысли не являющийся вербальной и не передающие чувства или образы это тоже нормально не могли бы вы поделиться некоторыми из этих вопросов примечания пожалуйста если вас или кого-либо еще беспокоит какие-либо симптомы не занимайтесь самодиагностикой а пройдите полное обследование и надлежащий скрининг без истории болезни и дополнительной информации эти вопросы не помогут тем не менее вот некоторые из них откуда исходят эти голоса другими словами слышите ли вы их вне вашей головы как например когда кто-то зовет вас по имени или кричит внутренний диалог исходит изнутри вашей головы слуховые вербальные галлюцинации обычно находятся снаружи можете ли вы как-то контролировать эти голоса люди испытывающие галлюцинации не могут этого делать узнаете ли вы какой-либо из голосов звучат ли они как голос самого человека или у них настоящий голос с акцентом или каким-то другим тембром может быть этот голос похож на голос кого-то из знакомых и так далее внутренний голос обычно звучит и ощущается так будто говорите вы сами или какая-то ваша версия к примеру ваш внутренний критик при галлюцинациях голос часто звучит как голос другого человека и может включать явления которые мы ассоциируем с реальной физической речью например шепот крик эхо в комнате и так далее пытались ли эти голоса когда-либо контролировать ваши действия или указывать вам что-либо делать если да то можете ли вы привести пример внутренний голос обычно не имеет контроля над вашими действиями он лишь может передавать мысли чувства высказывания типа тебе нужно постирать но он не будет указывать вам делать более экстремальные вещи я работаю психологом сша вот лишь некоторые из таких вещей компульсивная мастурбация страх стать растлителем насильником это распространенный страх укр патологическое накопительство трудности в интимной сфере опыт пережитого насилия или растления к сожалению это очень распространенная проблема употребление различных веществ трата огромного количества денег на те или иные вещи наличие аутизма возвращение к абьюзивным отношениям пребывание в отношениях с абьюзером наличие чувства скорби спустя многие годы после потери самоповреждение всех видов желание отказаться от своего нынешнего образа жизни к примеру желание иметь больше половых партнеров желание уйти от ответственности или ожидания других людей история группового насилия нападения а сексуальность гендерная идентичность расизм травма на почве расизма паранойя галлюцинации чувство дискомфорта в терапии неверие в терапию трудности с доверием к терапевту страх перед психиатрическими лекарствами страх перед врачами в целом я был удивлен увидев в комментариях других людей мысли о самовыпи ли большинство моих клиентов с самого начала терапии очень открыто говорят о таких мыслях и побуждениях что на мой взгляд очень полезно кажется что у большинства людей с которыми я работал были подобные мысли текущие или в прошлом как бы странно это не казалось не могу представить себя каково в целом жить без мысли о желании покончить с собой в общем на данный момент я не помню такого случая когда пациент сказал бы что-то во время нашего сеанса и я был бы этим шокирован или даже подумал о это что-то новенькое большое спасибо за просмотр в комментариях под видео психотерапевты напишите о чем люди боятся говорить вам потому что считают это странным но что вы на самом деле слышали уже много раз и не забудьте посмотреть наши другие выпуски обнял пока и